Всем привет, меня зовут Диана, и в этом видео мы с вами будем заканчивать инктобер. Как я обещала в первом видео про инктобер, оно выходило буквально вот в середине октября. Я там обещала рассказать вам про свои материалы, что я приобрела специально для этого челленджа, что у меня уже было, расскажу про это и чуть-чуть еще расскажу про сам конец инктобер, как он у меня ощущался. Ну и начнем с материалов. Из материалов у меня были капиллярные ручки, тушь, перо и, конечно же, скетчбук. Начнем с ручек. Как вы, возможно, помните из прошлого видео, я не особо собиралась участвовать в инктобере, поэтому у меня были изначально подготовлены лишь ручки 0.5 и 0.35. Какого-то даже отдельно скетчбука у меня не было, я не покупала специально для инктобера, потому что я не собиралась участвовать в нем, как я уже говорила. Я просто купила вот скетчбук для каких-то своих зарисовок. Но про скетчбук попозже, закончим с ручками. Затем вот я уже докупила ручку 0.4, потому что у ручки 0.35 почему-то начал наконечник внутрь входить потихоньку. У меня постоянно такая проблема. Не знаю, может, я слишком нажимаю сильно на ручку. У меня постоянно проблема, что у меня, если ручка не заканчивается, то у нее почему-то наконечник внутрь начинает входить. Ей уже просто неудобно становится рисовать. Я вот ей рисовала городские скетчи. Про эти городские скетчи тоже будет видео в скором времени. И как раз там заметно, в какой момент у меня ручка начала писать плохо. Просто потому, что у меня наконечник был уже внутри практически. Ручки, кстати, у меня от Малевича. Я уже какой-то бесплатный пиарщик Малевича, мне кажется. Но это, правда, хороший бренд по цене и качеству. Он не такой дорогой, и материалы у него, в принципе, хорошие. Также хочу обратить ваше внимание на бренд Брауберг. Как раз-таки ручка 0.5 у меня от них. У меня много каких-то материалов от Брауберга стало, потому что в последнее время они прям начали выпускать хорошие, недорогие материалы. Те же скетчбуки, которые можно использовать там для каких-то набросков быстрых. Поэтому советую, если вы не особо хотите много тратить денег, советую обратить внимание на бренд Брауберга. У меня уже несколько скетчбуков от них. И как раз перейдем к скетчбуку. Скетчбук, кстати, тоже этот от Брауберга. И я его заказывала для просто рисования. У меня есть скетчбук, который я веду уже около четырех лет, наверное. И я в нем просто делаю зарисовки. То есть мне пришла какая-то идея. Например, там вот сделать магнитики. И я зарисовала какие магнитики я бы хотела видеть в этой коллекции своей. И этот скетчбук, вот я говорю, он мне уже служит четыре года. Потому что я не так часто делаю какие-то наброски, зарисовки именно. Каких-то своих идей, они обычно просто потом уже появляются. И я такое делаю, чтобы только не забыть, если я понимаю, что я не скоро буду делать еще эти штучки, например. И как раз таки этот скетчбук новый, он тоже был заказан для этих целей. Чтобы делать там зарисовки, какие-то наброски, может быть просто подчеркушки, чтобы руку разрисовать. И я вообще не собираюсь этот скетчбук использовать, естественно, для интобера. И тем более не собиралась там рисовать красками, тушью, чем-то водяным. Ну максимум там гуашью или акрилом. Ну и когда я поняла, что прям чистого нового скетчбука у меня нет для интобера, я бы хотела начинать прям чистый скетчбук. Не хотела бы там где-то вставлять что-то, перебирать, чтобы оно как-то отрывками было. Мне хотелось, чтобы весь интобер был вот в одном месте, и можно было бы его полистать и посмотреть сразу. А не искать там сначала в одном скетчбуке, потом в другом скетчбуке половину. Поэтому я решила, что вот этот скетчбук, он будет хороший для интобера. И опять же, я не собиралась рисовать тушью, поэтому для ручек скетчбук хороший. Ручки воспринимает нормально, ручки на следующую страницу как-то у меня не отпечатывались. Но, конечно, с тушью я там помучилась. Скетчбук этот на 80 листов, 160 грамм на квадратный метр, и размером он 145 на 203 миллиметра. То есть прям, ну такой хорошенький скетчбучек, чтобы положить себе там в портфельчик. Конечно, да, он немножко тяжеловатый, наверное, из-за того, что у него 80 листов. Но если там куда-то в поездку едешь, взять с собой прям отлично. И опять же, скетчбук сам по себе, правда, хороший. Если рисовать в нем карандашом, ручкой, цветными, возможно, карандашами, но точно не влажными материалами. Но это уже моя проблема, что я решила в нем рисовать тушью. Потому что производитель даже не заявлял, что этот скетчбук предназначен для акварели, или для туши, или для акрила. Он как раз-таки предназначен был для карандашей, вот для каких-то таких сухих материалов, для ручек. Поэтому производителя ругать не за что. Это вот нужно меня ругать, что весь скетчбук помялся из-за того, что я много воды на него вылила. И если отбросить этот момент с водой и тушью, то единственный минус для меня в этом скетчбуке, это как раз-таки количество листов. Когда я заказывала, я думала, что 80 листов это прям отлично. То есть мне еще лет на 5 этот скетчбук хватит с моими зарисовками. Потому что прошлый скетчбук у меня был, по-моему, страниц на 40, около того. И то я его еще не закончила даже. Но оказалось, что большое количество листов это большой минус. Потому что скетчбук слишком объемный по высоте. И получалось так, что у меня рука просто висела иногда в воздухе. Мне приходилось подкладывать вот эту вот мягкую жопку, которая продается на Алике, чтобы подкладывать под руку, когда ты за компьютером сидишь. Поэтому, скорее всего, я больше никогда не буду покупать прям какое-то огромное количество листов. По крайней мере, маленький скетчбук с большим количеством листов. Потому что если бы этот скетчбук был размером А4, хотя бы как вот у меня один скетчбук такой уже есть, который у меня в животинок рисовала. То мне было бы удобнее, я бы рисовала просто небольшие картиночки. И рука бы не вылезала за край листа. А тут приходилось как бы, ну, расписывать всю страницу, можно сказать. И, естественно, рука вылезала за границы листа, за границы скетчбука и висела в воздухе. Но это опять же какие-то мои, наверное, хотелки и мое упущение. Но теперь я попробовала, теперь я знаю. Это не стоит заказывать с большим количеством листов скетчбуки маленьких размеров. Ну и, как я уже сказала, ручки в этом скетчбуке ложатся просто отлично. Они не просвечивают, даже при таком плотном наложении. Но после первой картинки я поняла, что ручки не вытягивают моих хотелок. У меня не получается нарисовать то, что у меня в голове. Хотелось таких более мягких переходов. А с ручками капиллярными это немножко сложно сделать. Тут либо шариковую ручку убрать, чтобы так штрихи накладывать. Либо тушь или акварель, естественно. Поэтому прям первый же день я заказала тушь и перо. Я первый раз рисую тушью. И поэтому это просто мои самоощущения. Если вы эксперт в туши, особенно в черной, напишите мне в комментах свое мнение. Мне будет интересно почитать, правильно ли я описываю свои ощущения. Потому что мне не с чем сравнить. Я не такой эксперт вообще в туши. Говорю, первый раз рисую. Поэтому мне сложно понять, хороший этот тушь. Или все-таки с ней что-то не так и нужно заказать другую. Итак, тушь у меня тоже от Малевича. Кто бы мог подумать. И я долго думала, брать ли мне один цвет. Ну вот черный. Или взять еще там красный. И индиго еще было у них в наборе. И вообще потом думала, вообще нужна ли мне тушь или не нужна. Все-таки я справлюсь так. Ручками, может быть акварелью. Потому что я редко рисую такими вот околоакварельными материалами. Мне больше по душе что-то более такое основательное. Типа масло, акрил на крайняк уж. Тушь. Ой, в этой туши говорю гуашь. Совсем уж на крайняк. Но поэкспериментировать, да и попробовать просто хотелось. И как раз такой случай. Инктобер. Думаю, ладно, дай закажу. И заказала только черный цвет по итогу. Чтобы просто попробовать понять, нравится мне это или нет. Но потом посмотрела в отзывах картинки с обзорами на красный цвет туши. И какая же она красивая. Она так распадается на какой-то золотисто-зеленый цвет. Я не знаю, как этот покупатель добился этого эффекта. Возможно, какая-то специальная акварельная бумага. Но мне прям очень интересно было. Потому что это вот единственный отзыв, где написано, что вот она распадается на другой оттенок. Поэтому я очень сильно задумалась о покупке еще красной туши. Но пока что не знаю, опять же, нужна мне она или не нужна. То есть это красиво. Но я, опять же говорю, я не рисую такими материалами. И мне особо нечего рисовать ими. Поэтому я пока сильно думаю. Но мне очень нравится, как это выглядит. Также возвращаясь к самому оформлению туши. Баночка у туши просто прекрасная. Она такая красивая. Вот эта вот форма какой-то небольшой скляночки. Как будто бы что-то средневековое. Я не знаю, как это описать. Но она прям очень красивая, эта баночка. И я ее потом себе оставлю, когда у меня туши закончатся. Не знаю, поставлю туда какие-нибудь ручки. Может быть, кисти. Что-нибудь будет выпадать. Короче, может быть, цветочек посажу какой-нибудь сухоцвет. И иллюстрация на баночке тоже красивая, на самом деле. Но, конечно, потом я эту иллюстрацию, скорее всего, наверное, сотру. Чтобы баночка была прям прозрачной. Но оформление у туши прям очень красивое. Видно, что постарались дизайнеры. Ну и сама тушь у меня по ощущениям вызвала что-то двоякое во мне. Потому что сама тушь, она пока влажная, она отдает каким-то таким розовым оттенком. Из-за этого у меня поначалу было сложно понять, какой тональности накладывается цвет. Потому что высыхая, она становилась уже более холодно-сине-серого оттенка. Из-за этого у меня получилась путаница. Я ложила цвет. Я такая, блин. Я положила на тон темнее, или я слишком перетемнила уже, или наоборот, не дотемнила. Я не замечала в других видео с обзорами разной туши такой особенности. Поэтому я и не понимаю, должно так быть или не должно. Но вот, например, в отзывах на Азоне, где я заказывала эту тушь, там такого никто не пишет. Поэтому я думаю, что так и надо, раз никто не жалуется на это. Я им, конечно, в отзыве написала, что, типа, меня это немножко путает. Но ответ от производителей, как бы, ну, не такой развернутый, почему тушь так делает. Они просто написали, типа, спасибо вам за ваш отзыв, удачи вам в рисовании, и все на этом. Но работа с тушами все равно понравилась. У них там еще в палитре цветов есть золотая и серебряная тушь. Я не знаю, как это ощущается на бумаге. Очень немножко звучит странно, на самом деле. Но мне очень хочется попробовать их. Так что, может быть, когда-нибудь я решусь и закажу эти цвета, и мы их попробуем. И будет обзор, естественно, на них на канале. Но все же, вот именно сама тушь мне понравилась. С ней можно прям делать очень темное наложение цвета. И цена тоже не кусается. Я вроде вот за 200 с чем-то рублей брала. Сейчас в акции, наверное, можно даже поменьше, заменьшить сумму взять. Но тут мы снова вернемся к обзору скетчбука. К сожалению, из-за того, что я сначала не продумала, что я хочу рисовать тушью, скетчбук не очень хорошо принял литры воды, как я уже говорила, при использовании туши. При небольшом наборе воды на страницах появлялись катышки. Не получалось сделать что-то около акварельных разводов по мокруму. А мне прям хотелось, чтобы оно вот распадалось на вот эти вот всякие скопления цвета по-разному. Ну и еще, конечно же, тушь начинала просвечивать на следующую страницу. Это, конечно, мне никак не мешало особо, потому что на следующей странице я не рисовала. Я рисовала через страницу. Но все равно не очень приятно. Потому что, например, рисуя на акварельных листах, я бы смогла рисовать на следующей странице, потому что на акварельных листах они не просвечивают на другую страницу. Ну и, естественно, листы начала корежить, из-за чего пришлось их цеплять канцелярской прищепкой. Чтобы было комфортнее рисовать, чтобы листы не ходили ходуном туда-сюда. Да, и высохшая тушь на страницах больше походила на маркеры, нежели на что-то акварельное, то я хотела, конечно, больше, чтобы оно было вот таким акварельными разводами. Но опять же, напоминаю, что это моя проблема, потому что я просто не продумала этот момент заранее, потому что, опять же, я не собиралась ничего рисовать на инктобер, и это все было спонтанно. Да, я могла выбрать другой скетчбук, уже перезаказать новый скетчбук, рисовать половину в этом, половину в другом, потому что у меня есть акварельные скетчбуки. Но, я как уже сказала, я не очень люблю делить, чтобы оно было по разуму с скетчбуком раскидано, люблю, когда все в одном месте, чтобы потом там через года взять и посмотреть, ага, вот мой инктобер за 23 год. Прикольно, прикольно. Ну и тем более, я уже говорила в прошлом видео, что я не придаю такой большой ценности этому челленджу, по крайней мере в этом году, и поэтому я не стала тоже менять скетчбук. И эти соседние страницы, на которые протекла тушь, я, скорее всего, заклею либо стикерами, что я, в принципе, уже сделала, либо просто листочками из других моих скетчбуков, если они будут выпадать. Там просто буду приклеивать, чтобы эти листочки не потерялись. Пером я тоже пользовалась первый раз, и заказала какой-то, который продается там на Алике, рублей за 100, наверное, на Азоне вот его купила за 150 рублей. И оно нормальное, в комплекте шли дополнительные сменные картриджи, и за весь инктобер я стратила всего лишь один целый и где-то половину второго картриджа. Но также сюда можно набирать свою тушь, но я как-то этой функцией не воспользовалась, думаю, ладно. И страчу картриджи, чтобы они не валялись по полке, чтобы я их не потеряла. И к этому перу у меня есть только одно нарекание, оно почему-то течет. У меня постоянно средний палец был черный, что даже на стриме, когда у меня спрашивали, типа, а что у тебя с пальцем? Типа, у тебя там синяк какой-то или что случилось? Я говорю, это просто тушь вытекла на палец, и вот все, я ее не могу оттереть, потому что тушь очень тяжело стирать там с одежды, с пальцев. Но опять же, тушь вытекала только на палец, на листе она не вытекала, она вот только пачкала мой палец, и все. Ну а менять картриджи у этого пера очень удобно, носить с собой его можно, потому что он не протекает именно вот вне, вне вот этой вот штучки, которая там держит это перо. И размер с линией у него какой-то такой средний, я не очень поняла именно какой, там где-то 0,4-0,5 возможно. Ну и в принципе, это все материалы, которые я использовала. Там еще на одном арте я использовала жидкость, которая светится при ультрафиолете, но это всего лишь один арт был, и он не совсем удачный, про него чуть попозже расскажу. А так, на этом у меня все, как бы основные мои материалы, это вот, и вы можете использовать как и акварель там черную, и акрил можете. Я вот видела, что некоторые художники вообще татушки делают, рисуют типа эскизы для татушек, и потом набивают их, это их инктобер, так что кому что интересно. Мне просто было интересно порисовать каждый день. Ну и как раз перейдем к моим самоощущениям, потому что с материалами я уже закончила, и вторую половину челленджа я уже делала более правильно, то есть я рисовала по рисунку в день. Кроме начала, вначале я пропустила 4 рисунка, так как снимала видео про жиробока, поэтому у меня просто уже не было времени рисовать что-то еще. Но я все равно не чувствовала какой-то обязанности, что вот я должна сесть сегодня и порисовать, дорисовать, сделать рисунок, ну блин, у меня же обязанность какая-то есть. Нет, я чувствовала наоборот какую-то легкость, что я, даже если пропущу сегодня, то я завтра могу просто сесть и нарисовать 2 рисунка, в этом ничего плохого нету. Никто меня за это не отругает, не накажет, не я сама себя, не даже кто-то другой, даже если кто-то другой это сделает, нахер на мне обращать внимание на какого-то человека, который мне там что-то напишет или скажет, что я там пропустила один день инктобера, что я рисую по 2 рисунка в день. Я просто делала это в свое удовольствие, и мне было хорошо, я не чувствовала никакой тяжести, что у меня вот груз с плеч упал, как инктобер кончился, как наступила там 1 ноября. Для меня это было что-то обычное, нормальное, что я в принципе должна делать каждый день, наверное, но опять же, должна, тут слово такое, не очень подходящее, потому что это все исходит из хотелок ваших. И вот для меня это как раз таки было, как чай попить, такое обычное ежедневное дело, но в то же время я не ощущала какой-то рутинности, потому что каждый день была разная тема, и каждый день я думала, какой же материал для рисования все-таки выбрать, хоть у меня не такой большой спектр материалов, но все равно есть арты, которые я нарисовала чисто вот пером или ручкой, а есть арты, которые вот еще-таки как-то пыталась рисовать тушью. Именно что пыталась, потому что да, тяжело было в этом скетчбуке рисовать. И как я уже сказала, вот в один день я вообще использовала жидкость, которая светится при ультрафиолете. Там как раз таки почти в конце есть тема спаркл, сверкать, искорка, сияние. Я думала, что же то нарисовать, и решила нарисовать светлячков, у которых как раз таки светятся жопки. И попробуйте использовать эту жидкость. Я эту жидкость купила еще год назад, и год назад должно было выйти видео с этой жидкостью, но пока это видео не готово, оно все еще в производстве, потому что, ну потому что, потому что я не нарисовала рисунок, на котором я хочу его использовать. Так что когда-нибудь выйдет и картина с этой жидкостью, и само видео. Так что ждите и надейтесь, что оно выйдет. Если вам интересно узнать мои умения насчет этой жидкости. И как раз мне не очень удачно получилось использовать эту жидкость в своей работе, но мы как раз тут за экспериментами, чтобы попробовать, посмотреть, как это выглядит, как, что с чем можно сочетать. И я все-таки рада, что вот в последний момент я решила просто попробовать инктобер. Хоть у меня как бы было много других и забот, и работы, но инктобер, он меня как раз таки отвлекал от этой всей рутины, ежедневной вот этой вот работы, каких-то стримов, видосов. И просто позволяло мне расслабиться и просто вывалить, что у меня в голове хранится, так скажем. И просто подчеркать для себя. И я не ощущала вот это вот напряжение, когда, например, я рисую какие-то более большие арты или картины. Я ощущаю напряжение, что я должна делать все красиво, гармонично использовать нужные правильные цвета. А тут такого не было. Мне не нужно было напрягаться, что я сделаю кривую линию, или что я выйду за какой-то контур, что я не туда положу капельку туши. Я просто делала, что моя рука сама хотела. Да, некоторые рисования меня тоже расслабляют, например, картины на холсте, когда ты просто кладешь мазок за мазком. Но все же в картинах на холсте я все равно чувствую в них ответственность, когда я их рисую, делаю, пишу. Потому что я хочу, чтобы это было нарисовано так, как у меня заложено в голове. И как я себе это представила, и как-то я там скетчик сделала какой, чтобы он был похож на то, о чем я думаю. Поэтому все же вот инктобер, это было прям какое-то расслабление, какая-то отдушина, что я могу делать все, что я хочу. И не брать в расчет все правила, какие-то законы в рисовании, что ли, не знаю. Правила законов рисования, конечно, прям таких суровых нету, но они все же есть. И просто я ощущала какую-то, наверное, детскость даже. То вот когда ты в детстве, когда ты еще всего этого не знаешь, когда ты еще там не отучился даже в художке, ты вот просто рисуешь так, как ты чувствуешь. И вот я ощутила как раз-таки вот эту вот какую-то детскость, что я вольна делать, что я хочу. Что мне не нужно заботиться о ровности линий, о правильном наложении света или тени, что я могу вложить так, как мне вздумается. Все творчество, все искусство, наверное, и об этом, что нужно экспериментировать и пробовать всякое разное. И пробовать по-разному вложить и света, и цвета, и тени, чтобы посмотреть и поэкспериментировать, и увидеть, возможно, другой взгляд на свои рисунки, в принципе, на творчество. И такие челленджи, они прям должны давать какую-то свободу. И надеюсь, что если вы участвовали в этом челлендже или собираетесь участвовать в этом челлендже, вы не будете себя как-то напрягать тем, что вы вот должны что-то сделать. И должны сделать что-то красивое, что-то оригинальное. Потому что что-то оригинальное сейчас придумать уже тяжело. Все настолько уже придумано, и ты не обязан что-то придумывать новое. Ты можешь рисовать все, что тебе придет в голову. Ты как бы не придумаешь новое, Потому что мир и образы, они не бесконечны. Все, что мы видим, это все уже нарисовано, написано. И как раз, чтобы придумать что-то новое, если вы прям хотите, то тут как раз нужно смешивать всякие разные техники, пробовать что-то разное, забывать про все эти правила, как я уже сказала, в рисовании. Возможно, просто ляпать руками, я не знаю. Просто вы настолько вольны делать, что хотите. И как раз из этого вы можете придумать что-то новое. Но не стоит расстраиваться, если вы зашли по тегу инктобер и видели там, что очень много похожих картинок на те, которые нарисовали вы. Это нормально. И просто нужно принять тот факт и не застревать в этом. И не заострять какое-то внимание свое на этом. И не творить через мысли, что ты хочешь сделать что-то уникальное и нарисовать что-то уникальное. Потому что очень легко в этом застрять. И вообще ничего не нарисовать за год, например, или за 10 лет. Потому что ты такой, блин, ну это уже придумано, это уже не оригинально. Это уже есть. И нахрена мне это типа рисовать, если все уже за меня придумано. Нет, надо рисовать. Потому что никогда не знаешь, в каком скетче, в каком эскизе будет то, что реально будет уникальным для тебя. Опять же, нужно рисовать для себя. И уже потом представлять это людям. Показывать это, рассказывать, делиться. И ты обязательно найдешь своего зрителя. Если это будет реально что-то прикольное, красивое, по твоему мнению. И вот творчество, это про твой уникальный взгляд на обыденные вещи. Расскажу такой небольшой пример. Когда-то я ходила в фотоклуб, и там организаторы устраивали съемки. У нас там было человек 10, наверное, в группе. И к нам приходила одна модель. И мы ее фоткали на просто черном фоне. Ну или на белом, неважно. Мы даже не ставили сами свет. Нас это мучили, конечно, потом. Но поначалу за нас все делали. И затем ты уже просто работал с моделью. Там я ей говорила, как встать, плечи, чтобы взять в руки. Или не брать ничего в руки, как посмотреть. И казалось бы, блин, обычно однотонный фон. Одна модель, которая не меняет ни одежду, ни прическу. Ее вот как накрасили, она к тебе пришла. И ты вот ее должен сфоткать. Как это красиво, прикольно. Я обработаю еще потом это прикольно. И казалось бы, что там придумать. То есть у нас только обычное. Но я вот смотря, как там другие люди фотографируют, сравниваю. Как я, например, сфотографировала. Да, я видела, что есть какие-то одинаковые фотографии. Как и мои фотографии были одинаковые с кем-то. И у других были одинаковые фотографии. Но в этой толпе фотографий все равно находились пару фотографий. Которые были уникальные и сняты как-то по-другому. О чем я даже подумать не могла, что можно было так снять. А вот человек посмотрел с другого ракурс. Повернул так модель, положил ее так, сяк. И вот уникальная фотография. Хотя мы все работали в одинаковых условиях. У нас были одни и те же софтбоксы. Один и тот же свет с этих софтбоксов. Всветил один тот же фон. Был одна и та же модель была. Поэтому вот творчество это про то, что как ты смотришь на вещи. И как ты их рисуешь. Как ты их видишь, как ты их преподносишь. А не про то, что что-то вот прям уникальное сделать. Потому что даже обыденные вещи. Их можно преподнести так красиво, так прикольно. Например, мне очень нравится. Я сама этим занималась когда-то. Очень нравятся обыденные фотографии. Где знаете, просто кухня с кастрюльками стоит. Какие-то ложки лежат. Вот это вот все. Когда это все снято, вот это вот как-то прикольно. С необычных ракурсов. Это очень красиво смотрится. Я раньше тоже таковой фотографией занималась. И уже у тебя не просто кухонька обычной хрущевки. Я не знаю. А уже какая-то уникальная фотография. Приспереданная вот эта вот атмосфера. Не знаю, там какой-то праздник. Возможно, как раз я такие фотографии, помню, на Новый год делала. И вот в этих фотографиях было передано ощущение вот этого вот 1 января. Или 31 декабря. Поэтому да, не загоняйте себя в рамки. Просто рисуйте. Просто делайте. Просто творите. И что-то у вас обязательно получится. Поэтому и эти скетчики. Октоберские мои. Они были сделаны просто от балды. Чтобы просто занять свою руку. Занять свое время. Там 20-30 минут. В день. Чтобы разрисовать руку. Чтобы расслабиться. И не думать о том, чтобы нарисовать ровную линию. Поэтому, как я уже говорила, я и с тушью не парила. Что она вот плохо ложится на бумагу. Ну и ложится, да и ложится. Да и хрен с ней. Да, моментами это, конечно, раздражало. Что вот я не могу положить тушь, как у меня задумано в голове. Как я бы хотела, чтобы она легла. Но потом я уже такая лапа идет и так. Я уже как-то к ней приноровилась. И там поняла, сколько слоев нужно класть. Как ее нужно класть. И нужно ли рисовать по мокрому. Нет, не нужно в этом скетчбуке. Но в следующий раз я обязательно, конечно, куплю акварельный скетчбук. Если я буду участвовать. Мне бы хотелось участвовать, на самом деле, каждый год. Если получится. Если я не буду прям слишком сильно занята, более занятой, чем в этом году. Потому что вот давно я так просто для себя не рисовала. У меня очень давно были просто обычные неучебные скетчи, так скажем. У меня вот этот скетчбук прошлый, который я вот 4 года веду. У меня там только учебные скетчи. И вот какие-то скетчи моих идей по типу там, что сделать из глины. Но в основном там учебные скетчи. Я там рисовала всякие портреты и какие-то фигуры. Когда-нибудь я сниму обзор на этот скетчбук и покажу вам, что там у меня находится. Но вот именно если для себя порисовать, именно из своей головы что-то вот выдать вот так вот на лист, просто набросать. Такого уже, конечно, давно у меня не было. И я поняла, что в моей голове так-то немало идей сидит, оказывается, что можно некоторые вещи реализовать. Что можно некоторые вещи перерисовать там, не знаю, маслом или диджиталем. И сделать из этого там, не знаю, открытки. У меня сейчас просто вся голова забита этим арт-маркетом, в котором я бы хотела участвовать. Я прям очень парюсь на счет арт-маркета, что тогда придумать. Вот поэтому я за каждую какую-то идею цепляюсь и думаю, можно ли как-то реализовать вот в арт-маркете и как это сделать. А еще мне интересно через пару лет посмотреть на этот скетчбук инктоберский. Я вот выкладывала в телеграме обзор на свой первый инктобер, который я рисовала, когда я была на первом курсе. И вот по этому инктоберу прям видно, что меня волнует вопросы учебы, вопросы дальнейшей жизни, работы, кем я стану, насколько меня достала учеба. Потому что на первом курсе учеба была однообразная, мы там проходили те же школьные предметы. И мне интересно посмотреть через пару лет, увижу ли я в этом инктобере, что меня волновало в 23-м году. Потому что пока я смотрю и пока я не вижу на самом деле. Я вижу просто обычные иллюстративные какие-то картинки, скетчики, наброски. Я не вижу, что меня что-то волнует. Сейчас рисую эти картинки. Да, там есть пару картиночек, где видно какие-то мои эмоции, наверное, которые во мне сидели. Я как-то вот их выразила с помощью картиночки. Но прямо что-то такого отличительного, которое описывала в этот период моей жизни, такого как будто бы нету. Пока что мне кажется, конечно, так. Потому что тогда я этого тоже не замечала. Я вот только сейчас поняла, вот посмотрев через почти 8 лет на эти картинки, я поняла, что меня тогда волновало. Тогда я этого не осознавала, конечно. Поэтому очень интересно посмотреть через пару лет или через 4-5 лет на эти картиночки. И попробовать вспомнить себя в этом времени, что меня волновало. В общем, да, было очень интересно участвовать в этом челлендже. Рада, что вписалась в него, рада, что закончила его. Мне даже, знаете, даже мысли такой не было, что я не закончу этот челлендж как-то. Потому что я не ощущала, опять же, говорю, от этого какого-то напряжения. Просто рисунки и рисунки рисуешь каждый день. Может быть, я даже когда-нибудь там вне октября соберусь и порисую что-нибудь такое. Опять там в феврале, может быть, когда мне станет скучно и нечего рисовать. Возьму опять какую-нибудь тематику, какого-нибудь Никтобера или какого-нибудь Мирмейда. Я не знаю. Пишите вы, если вы участвовали в Инктобере, как ваш Инктобер прошел. Закончили вы его или вообще не начинали, или начали там первые два рисунка. Может, какие-нибудь выводы сделали либо из моего видео, либо из своего Инктобера. Мне будет интересно почитать. Спасибо вам, что были со мной, провели со мной это время. Удачи вам, всего хорошего. Увидимся в следующих видео. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok